который отражает все актуальные вопросы, касающиеся анестезиологии и реаниматологии. И всегда с удовольствием приезжаю в эти весенние дни в Санкт-Петербург. Тема моей лекции посвящена экономике внедрения программы СКАД в многопрофильных стационарах. И, казалось бы, тематика Конгресса, анестезиология и реаниматология, и тут какой-то СКАД, стратегия контроля антимикробной терапии, да еще и экономика. Это скукотища на самом деле. Но первое, о чем хочется сказать, по крайней мере в нашем стационаре стартовала программа СКАД именно с инициативы анестезиологов и реаниматологов. И я думаю, что наша специальность напрямую связана с рациональной антимикробной терапией, и это абсолютно наш раздел знаний, который мы должны транслировать и правильно транслировать в медицинской общественности. И второе, ну, к сожалению, реалии таковы, что об экономике мы должны говорить. Мы должны говорить о деньгах, мы должны говорить об экономической эффективности, о чем сегодня я попробую в своей лекции донести, насколько полезна такая программа стационару. Но у меня нет конфликта интересов в рамках этой лекции, за исключением того, что отмечено на слайде. И начать я хочу, в общем-то, с Кахрейновского обзора. Вчера мы уже вспоминали Арчибальда Кахрейна, который, собственно говоря, является одним из идеологов медицины, основанной на доказательствах. И действительно сейчас Кахрейновский обзор – это те публикации, на которые мы во многом ориентируемся и ссылаемся для того, чтобы оценивать те или иные, скажем так, программы, те или иные вмешательства. И вот один из Кахрейновских обзоров был посвящен, в 2017 году был опубликован и был посвящен, собственно говоря, вмешательствам, направленным на улучшение назначения антибиотиков в стационарах. Этот обзор затронул 4 континента, было включено 220, больше 220 исследований, из них 58 рандомизированных клинических исследований. И я буду к этому обзору возвращаться в рамках своей лекции, но сразу я хочу, наверное, обратить внимание на некоторые выдержки авторов этого обзора. Обратите внимание, что авторы говорят о том, что вмешательства, направленные на улучшение назначения антибиотиков, на политику антимикробной терапии в стационарах, они эффективны в отношении повышения соблюдения антибактериальной политики и сокращение продолжительности лечения антибиотиков, и в этом обзоре получены доказательства высокой степени достоверности. Снижение использования антибиотиков, вероятно, не увеличивает летальность и сокращает продолжительность пребывания пациентов в стационаре. Мероприятия, которые направлены на улучшение антимикробной политики, были успешны в части безопасного сокращения нерационального применения антибиотиков в стационарах, несмотря на тот факт, что большинство из них не использовали наиболее эффективные технологии. Вот те исследования, которые были включены в Эдкохрейновский обзор, оказывается, вот так вот получилось. И хочу обратить ваше внимание на заключительный вывод авторов, что дополнительные исследования, сравнивающие применение антимикробных препаратов при отсутствии вмешательства, то есть когда ничего не делаем, вряд ли изменят выводы этого обзора. Но, казалось бы, зачем нам дальше проводить эти исследования и зачем нам, в принципе, вообще оценивать результаты внедрения программ антимикробал стюартшип в стационарах, если уже и так все понятно. Но давайте все-таки попробуем ответить на этот сложный вопрос, зачем проводить оценку таких программ. Во-первых, потому что внедрение SCAD в стационарах Российской Федерации идет весьма туго. Вот в 2020 году в Российской Федерации, в принципе, в наличии более 5000 стационаров, а по результатам наблюдения в 2022 году только около 120 стационаров занимались внедрением таких программ. Во всех остальных практически нет какой-либо целенаправленной политики по рациональному использованию антимикробных препаратов. Во-вторых, все стационары, которые занимаются внедрением таких программ, сталкиваются с серьезными барьерами по их внедрению, и зачастую у тех людей, которые проявляют такую инициативу, просто опускаются руки от того, что нет IT-технологий, позволяющих обрабатывать данные по локальной микробиологии. Из-за того, что они встречают серьезное сопротивление со стороны своих же коллег, которые не хотят, не могут, сопротивляются тому, что, в принципе, выглядит весьма рациональным. Администрация не поддерживает. Есть более важные задачи там, и, наконец, там нет финансирования этих программ, а это тоже требует определенных капитальных вложений. Скат в Пироговском центре мы начали внедрять в 2013 году, и сейчас уже мы можем проследить десятилетний путь внедрения этой программы в нашем стационаре. Это было весьма сложно, и у нас действительно жизнь в отношении антимикробной резистентности и использования антимикробных препаратов разделилась на до и после. И, конечно, мы занимаемся оценкой прямых и непрямых экономических эффектов, связанных с внедрением стратегии контроля антимикробной терапии, о которых мы сегодня и говорим. Первое, зачем мы должны оценивать эффективность программы Скат, и это непрямые экономические эффекты, которые невозможно или весьма сложно посчитать с экономической точки зрения, чтобы развеять мифы и страхи самих же врачей, медицинских сестер, которые вступают на этот путь. Вот то, с чем мы сталкивались, по сути дела. То, что мы слышали, сейчас не будем назначать антибиотики, у нас все начнут умирать, или длительность госпитализации будет весьма больше. Давайте снова обратимся к этому же Кахрейновскому обзору, который включал больше 220 исследований. Обратите внимание, суммарный эффект внедрения этих программ привел к тому, что в среднем длительность госпитализации сократилась более чем на один койко-день. А вот влияние на летальность фактически не было отмечено. То есть это не столь страшно ограничивать назначение антибиотиков, особенно там, где они не нужны. Мы уже два дня разговариваем, в принципе, о том, чтобы привести антимикробную терапию к каким-то критериям рациональности, и разговариваем, естественно, не только на этом конгрессе, но и на многих других научно-образовательных мероприятиях. Вот то, что получилось у нас. Мы стартовали с того, что применяли антибиотики, у нас средняя продолжительность курса была 12 дней в отделении реанимации, сейчас у нас 8 дней. На 4 дня фактически мы сократили среднюю продолжительность курса, я повторяю. А вот то, что касается длительности госпитализации, то же самое. Медиана длительности госпитализации пациентов в отделении реанимации с инфекцией у нас сократилась в среднем на 1 день. Если касаться непосредственно экономики, то стоимость одного дня лечения пациента в отделении реанимации с инфекцией у нас колеблется от 40 до 80 тысяч рублей в сутки, в зависимости от тех технологий, которые мы используем. Ежегодно у нас через отделение реанимации пациентов с тяжелой инфекцией проходит более 250. Вы можете умножить стоимость этого койко дня на количество пациентов, и мы получим тот экономический эффект, который в принципе можем видеть. А вот то, что касается вторичных инфекций кровотока в отделениях реанимации и в стационаре в целом, то у нас здесь получена колоссальная позитивная динамика с точки зрения экономики. У нас длительность госпитализации сократилась на 10 койко дней в среднем, а летальность сократилась более чем на 15% в результате внедрения этой стратегии контроля антимикробной терапии. Следующее, о чем мы должны говорить, и какие мифы мы должны развеивать, люди о чем пекутся. Вот у нас в одном из отделений, когда мы, собственно говоря, не то что принуждали, но убеждали в использовании нашего протокола антимикробной терапии, нам говорили наши уважаемые урологи о том, что если мы будем работать по вашим правилам, мы утонем в инфекционных осложнениях. Я попросил наш отдел клинической фармакологии провести срез данных в январе-сентябре 2021 года, было проанализировано больше 200 историй болезни в этом отделении, и оказалось, что практически при разной патологии, вы ее видите, она представлена на слайде, назначение антимикробных препаратов не с профилактической целью, но с лечебной, было иногда, составляло 100% случаев от всех госпитализаций при различной патологии, например, после биопсии простаты, после операции по поводу гиперплазии предстательной железы. А обоснований этого назначения антимикробных препаратов в историях практически не было, инфекционных диагнозов нет. То есть просто назначали, потому что боялись инфекционных осложнений. Мы с нашими уважаемыми урологами встречались неоднократно в рамках семинаров по иррациональной антимикробной терапии, и, наконец, после проведения этого анализа мы уже пригласили их всем отделением на комиссию по инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи. И там разобрали эти случаи. Было очень много, конечно, эмоций, в основном отрицательных, и с нашей стороны, тех, кто внедряет, и со стороны наших уважаемых урологов. Но, тем не менее, мы пришли к консенсусу, и тут очень важна воля заведующего отделением, который сказал, хорошо, с сегодняшнего дня мы будем делать так, как прописано в нашем протоколе. Но мы будем учитывать исключительно все осложнения инфекционные, которые будут возникать у наших пациентов. Мы будем их транслировать в отделы эпидемиологии, и вы увидите, что у нас станет хуже. Вот что стало. Соответственно, мы провели очередной срез уже после той ситуации, с которой мы столкнулись в начале 2021 года. С сентября 2021 по февраль 2022 тоже проанализировали историю болезни по тем же нозологиям, и оказалось, что у нас практически исчезли те нерациональные курсы антимикробной терапии, которые проводились нашими уважаемыми урологами. Но средняя продолжительность пребывания в отделении, как вы видите, она фактически не поменялась. Было 2,3, стало 2,2. Летальность как была нулевой, так и осталась. А вот число случаев ИСМП, которое было зарегистрировано в этом отделении, с учетом улучшения фиксации этих случаев, оно значительно повысилось. То есть то, что раньше не звучало в виде инфекционного диагноза, а они были, безусловно, если мы анализируем критерии диагностики инфекции, то появилась, наконец, в историях болезни, у нас, по крайней мере, появилась эффективная и достоверная статистика инфекции в этом отделении. О чем мы еще должны говорить и какие мифы и страхи мы должны развеивать? Нельзя стартовать с антибиотиков глубокого резерва. Вот эту фразу я достаточно часто слышу от наших коллег из других лечебных учреждений. Ну как же так? Мне просто в этом году пришлось поработать руководителем госпиталя полевого многопрофильного в наших новых регионах. И там, собственно говоря, число работников из разных регионов Российской Федерации, из разных лечебных учреждений, оно было весьма высоким. И попытался транслировать наши принципы назначения антимикробной терапии, которая реализована уже в Пироговском центре, и услышал, действительно, как так? Мы сейчас сразу с карбопинемов начнем лечить пациента. А как же эскалационный подход, а как же антибиотики глубокого резерва? Вот, опять же, наша практика, которую я транслирую, это отчет за 22-й год. После того, как мы внедрили СКАТ, у нас количество, расход, в принципе, большинство групп антимикробных препаратов, он снизился колоссально. Более чем в 10 раз некоторых препаратов, там, цифалоспоринов 3-4 поколения, особенно наших любимых, да? А вот расход, например, карбопинемов 1-й группы, да, расход полимексина, там, цифалоспоринов 1-го поколения, в основном для профилактики, он повысился. То есть, в принципе, стартовать с эффективной антимикробной терапии не страшно и не нужно относиться к этому как к какой-то порочной практике. Один из тезисов, который тоже хотелось бы донести до аудитории, что не существует антибиотиков грубокого резерва, существует эффективная или неэффективная стартовая антимикробная терапия, которая должна быть основана на данных локальной микробиологии стационара. Теперь переходим к прямым экономическим затратам. Для чего нам нужно оценивать результаты внедрения СКАТ? Конечно, чтобы донести до наших руководителей, для чего мы тратим, в принципе, деньги на усиление микробиологической лаборатории, на покупку оборудования или на внедрение каких-то особенных технологий. Вот, например, пример с оборудованием. Массспектрометр. Стоит достаточно больших денег. Более 30 миллионов рублей мы потратили на то, чтобы внедрить эту технологию в нашу микробиологическую лабораторию в 2018 году. Но к чему это привело? Мы теперь в среднем на 16 часов раньше получаем результат микробиологического исследования. То есть мы можем перейти от эмпирической к целенаправленной антимикробной терапии. И мы изменили стоимость идентификации одного штамма микроорганизма. Раньше мы использовали технологию идентификации на бактериологическом анализаторе, которая стоила безумно дорого. То есть около 2300 рублей. А сейчас эта технология стоит 250 рублей, в 10 раз меньше. А ежегодно мы тестировали и идентифицировали около 20 тысяч штаммов. Вы можете тоже умножить эту сумму и получить тот прямой экономический эффект, который, собственно говоря, следует за внедрением вот этого эффективного оборудования. То есть, по сути дела, за несколько лет масс-спектрометр себя окупил уже с лихвой. То, что касается внедрения технологий. С 2019 года мы имеем возможность идентификации различных видов карбопенемаз, видовой идентификации микроорганизмов. По сути дела, это тоже оборудование, это тоже технология, это тоже расходный материал, который мы вынуждены каждый год покупать. Мы затратили деньги на подготовку помещений, соответственно, ну и, естественно, на оплату труда медицинского персонала. Но зато с этого же года мы смогли реализовать протокол эмпирической антимикробной терапии, который основан на данных ПЦР. Получая их в течение 4 часов после забора биоматериала, мы можем таргетно назначать антимикробную терапию в зависимости от тех детерминат антибиотикорезистентности, которые выявлены. Что это дало? Ну, во-первых, у нас увеличился процент деэскалации с 38 до 60, а сроки проведения деэскалации у нас уменьшились в среднем на 2 суток. Что такое эти 2 суток? Вот в 2022 году в отделении реанимации нашего стационара, которое занимается лечением пациентов с тяжелой инфекцией, в среднем было проведено 194 курса антимикробной терапии. Вот стоимость одного дня антимикробной терапии, если мы берем новые антимикробные препараты, например, цифтозидим, авибактам и не столь новый, но вернувшийся в нашу практику астрианам, одни сутки стоят 32 тысячи рублей по закупочным ценам. В принципе, они не сильно разнятся от стационара к стационару. Если брать меропенем и полимексин, одни сутки стоят около 5 тысяч рублей. Вот умножайте 2 кое-как дня или 2 дня антимикробной терапии на стоимость этих курсов. Вот то, что нам дала технология ПЦР, которая была внедрена в нашем стационаре в 2019 году. Медицинские изделия. Мы тоже вынуждены тратить на них деньги. Например, это простой пример, который касается в большей степени работы среднего медицинского персонала, но в том числе и любых врачей, которые приходят в отделение реанимации, смотреть наших пациентов с инфекционными осложнениями. Если у пациента есть инфекция, вызванная возбудителями эскейп, или кластридиальная инфекция, кластридиальный колит, то мы вводим режим контактной изоляции, и любые манипуляции с этим пациентом должны осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты. Халаты, шапочки, маски, перчатки. Любой. Пришел, послушал, живот потрогал, или медсестра подошла, подсанировала, должна одеться полностью. После этого СИЗ снимается, утилизируется, руки обрабатываются, и медперсонал идет к другому пациенту. Когда мы внедрили эту технологию, это было фактически сразу после того, как мы внедрили СКАД в 2014 году, у нас колоссально возросло количество халатов, которые мы используем в отделениях реанимации. Нам отдел обеспечения медицинскими изделиями говорил, что, вы знаете, мы так в трубу вылетим, если будем вам вот такое количество халатов покупать. Столько тратит это отделение, 24 тысячи халатов в год, в результате, в том числе, реализации вот этих мероприятий. Это больше 600 тысяч рублей сейчас. А вот то, что произошло в результате элементарной контактной изоляции пациентов с назокамиальными штаммами. У нас распространенность возбудителей неферментирующих грамм отрицательных микроорганизмов снизилась кратно. Если раньше оценотобактер и синегнойная палочка составляли распространенность их в стационаре почти 10%, то сейчас у нас оценотобактер сошел практически на нет, вот зеленый столбик, меньше 1% его распространенность. А распространенность синегнойной палочки снизилась более чем в 3 раза. А сколько курсов антимикробной терапии мы не назначили в результате того, что у нас не стало этих инфекций. Это подсчету в принципе не подлежит. А просто посчитать стоимость этих халатов 24 тысяч, это 16 курсов, там меропенема и полимексина. Это ни о чем, понимаете, если мы рассуждаем и считаем вот эти прямые затраты на медицинские изделия, которые нам необходимы, и на антимикробную терапию, которую мы проводим нашим пациентам. Ну а расходы на закупку антибиотиков у нас уменьшились вот таким образом. Если мы тратили раньше до внедрения СКАГ более 50 миллионов рублей в год на закупку антибиотиков, то сейчас расходы уменьшились более чем в 2 раза. И мы ежегодно экономим вот такую сумму, которая в принципе есть на что направить. И мы неоднократно уже обсуждали с нашими коллегами, которые занимаются проблемой инфекции, что те стационары, которые не будут вкладывать средства в закупку одноразовых медицинских изделий для пациентов в отделениях реанимации, там изолирующих повязок на катетеры, изолирующих систем для мочеотведения, в конце концов, там изолирующих систем для дренирования ран, и даже вот этих элементарных вещей, таких как халаты, перчатки, маски и шапочки, которые необходимы для соблюдения режима контактной изоляции, те стационары будут тратить гораздо большие деньги на антимикробные препараты. И в принципе практика это доказывает. Оплата труда медицинского персонала. Ну вот один из примеров. С конца 2022 года мы инициировали работу ПЦР-лаборатории, которая нам дает как раз в течение нескольких часов данные о антибиотикорезистентности, особенно у пациентов в отделениях реанимации, инициировали семидневный режим работы. То есть в воскресенье они тоже теперь работают, и у врачей есть возможность направить биоматериал для исследования в ПЦР-лабораторию, в том числе в воскресные дни. Для этого мы просили вот такую дотацию фонда платы труда микробиологической лаборатории до 40 тысяч рублей в месяц. Вроде бы на год посчитаешь, дополнительные затраты, вот куда деньги идут. Но это приблизительно один день антимикробной терапии нашими современными антибиотиками. И этот один день экономится весьма и весьма успешно. То есть принесли биоматериал от больного, не увидели там генов резистентности, и, соответственно, работаем уже более дешевыми антимикробными препаратами и антимикробной терапией, которая, в принципе, точно так же будет эффективна, нежели вот эти дорогущие, но эффективные антимикробные препараты. И следующее, зачем опять переходим к непрямым затратам, к непрямому экономическому эффекту, нам нужно команде СКАД, которая занимается внедрением этой программы, тоже показывать результаты. И когда мы начинали, мы думали, ну, результат будет не скоро, наверное. Усилий много, сопротивления много, но можем не увидеть этот результат. Поэтому те, кто занимается внедрением или начинает заниматься внедрением СКАД в своих стационарах, необходимо учесть один факт. Не задерживайте трансляцию тех результатов, которые вы получили, тому же медицинскому персоналу, который, в принципе, занимается этой программой в стационаре. Вот мы пошли простым путем, у нас проходят президентские конференции, и как только мы начали внедрять программу СКАД в 2013 году, уже в 2014, еще года почти не прошло, мы уже показали результаты этой стратегии, то, что она принесла нашим пациентам. Показали на президентской конференции всему коллективу центра. И это весьма вдохновило тех людей, которые действительно занимаются этой программой. И по снижению распространенности вот этих возбудителей, опасных эскейп, которых мы все очень и очень боимся, и по снижению продолжительности курсов антимикробной терапии, и, собственно говоря, по снижению индекса лекарственной устойчивости, который является вот таким комплексным показателем. Чего еще боимся? Ну, что будем принимать колоссальные усилия, а резистентность не изменится. Когда мы стартовали, и, в принципе, мы сейчас также транслируем вот эту идею, мы поставили перед собой весьма амбициозную цель. Мы хотели уменьшить распространенность резистентных назокомиальных возбудителей в нашем стационаре. Мы понимаем, что мы от инфекции не избавимся, и никому в мире это не удалось сделать. То есть ни один стационар в мире, как написано в руководстве ВОЗ по гигиене рук, не может похвастаться тем, что у них уровень инфекции нулевой. Ну, если только руководитель учреждения своей волей и приказом не запретит, в принципе, диагностировать инфекции в своем стационаре. Такие прецеденты у нас тоже в Российской Федерации были. Нам важно, чтобы эти инфекции вызывались возбудителями, которые чувствительны к антибиотикам. То есть то, что мы назначим, будет работать. Вот такую цель мы перед собой ставили. Возвращаясь к охрейновскому обзору, о котором я говорил в начале, посмотрите, как эти программы в разных стационарах влияли на резистентность. Действительно, с низкой степенью достоверности удалось снизить частоту клострадиальных инфекций на почти 50%. Но колебания, видите, тут разные. А вот то, что касается распространения грамотрицательных и грамположительных возбудителей в разных стационарах по-разному. У кого-то снизилась, у кого-то, наоборот, выросла резистентность. Да, ну, грамплюс, та же самая девиация. То есть все по-разному и не всегда получается действительно достигнуть вот этой цели основной, на которую направлена политика антимикробал-стюартшип. Вот то, что получилось у нас. После внедрения программы SCAT у нас, например, число грамотрицательных бактерий, устойчивых к меропенему, снизилось более чем в 3 раза. Их распространенность в стационаре. То, что касается, например, изолята в синегнойной палочке, да, та же самая история, почти в 2 раза, ну, не в 2, ну, на 70% снизилась распространенность резистентной карбопенемом синегнойной палочки. А вот то, что касается клипсиелы, например, у нас произошел рост. Но нас этот рост не сильно пугает, и это в большей степени не связано с внедрением SCAT. Это связано, в принципе, с распространением в популяции, в стационарах, и в Российской Федерации, и во всем мире вот этой карбопенем-резистентной клипсиелы пневмонии. И обратите внимание, вот мы только в последние 3 года вышли на какое-то плата в районе 17%, а раньше это было более 20%. То есть нас уже эта динамика в принципе устраивает. Еще один страх. Станет только хуже, что бы мы ни делали. И мы в 2022 году вот такую динамику увидели по распространенности кишечной палочки, которая продуцирует бета-лактомазы расширенного спектра действия. То есть было 32%, а стало почти 40%. Это мы как-то неправильно применяем политику антимикробной терапии в нашем стационаре, или существуют другие причины. Но вот по факту напрашивается первое. Значит, мы где-то используем препараты, которые провоцируют выработку бета-лактомаз расширенного спектра действия. Мы начали анализировать с нашей командой, что происходит. Наверное, где-то в схемах переоперационной антибиотикопрофилактики мы что-то заложили, что используется очень много, в очень большом количестве и провоцирует вот этот рост. Но наши клинформакологи другую идею представили. И мы эту кишечную палочку разобрали на внебольничные штаммы и внутрибольничные. И у нас оказалось, что по внутрибольничным штаммам у нас идет снижение распространенности ЕСБЛ-продуцентов среди кишечной палочки. А вот те пациенты, которые к нам поступают с внебольничными инфекциями, вызванными кишечной палочкой, посмотрите, в период 2021-2022 года распространенность вне больничной эшерихии и колепродуцирующей бета-локтомазы расширенного спектра возрастала более чем в два раза. Это наш ковид. Когда антибиотики лились рекой там, где не нужно, назначались всем и амбулаторно, и стационарно. Вот с чем мы сталкиваемся сейчас. То есть этот анализ абсолютно нужен. Итак, прошло 10 лет, и за эти 10 лет, конечно, на слайде только самые крупные вехи отражены того, что мы делали. Ежегодные усилия по внедрению стратегии контроля антимикробной терапии. И, наверное, то, о чем хотелось бы сказать, все начиналось с команды. Мы, опять же, много говорим о том, что лечение наших реанимационных пациентов связано именно с командными усилиями. Один в поле не воин, и не может человек в одиночку достигнуть каких-то серьезных результатов в лечении любой сложной патологии. Абсолютно это относится к нашей специальности, к анастезиологии и реаниматологии. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить нашу команду СКАД, которая на треть состоит из анестезиологов и реаниматологов. И, конечно, эту команду должен возглавлять администратор, руководитель лечебного учреждения и всячески поддерживать. У нас такая поддержка была с самого начала. Может быть, поэтому у нас что-то и получилось. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Да.